Так, мы начали решать дифференциалное уравнение первого парадка, и мы до сих пор видели уравнение с разделяющимися переменами и линейное первое парадка. Сейчас перейдем к нелинейным дифференциальным уравнениям первого парадка. То есть тема нелинейная, обыкновенное дифференциальное уравнение первого парадка. Смотрите, я говорил, что в следующем занятии мы начнем с уравнением Бернули, но на самом деле мы начнем с однородными. То есть вы помните, я говорил, что когда у нас линейное дифференциальное уравнение y' плюс 5xy равняется q от x, мы говорили, что есть терминология для линейных именно однородная или неоднородная. Это значит, что однородная для линейных только, если q от x равняется 0, это однородная. А если q от x отлично, то ли это неоднородная, да? Для нелинейных есть тоже терминология. А что о том, что такое однородное, что неоднородное, мы увидим их сегодня. То есть пусть ОДУ первого парадка в общем виде. В общем виде это y' равняется, а нет, в общем виде это какая-то функция, да, которая зависит от от y, от y' и возможно от x явно, равняется 0. Вот это дифференциальное уравнение номер 1. Мы будем называть однородным, то есть ОДУ 1 называется однородным, вне зависимости от того, линия на линии на линии, однородным. Если мы можем его переписать в виде, в следующем виде. то есть y' будет какая-то функция от y делить на x. Если мы можем вот это уравнение писать в этом виде, ОДУ будет называться однородным. И как решаем однородное? Не важно линия на линии или не линейное уравнение. Может быть не линейное. у нас y делить на x. y делить на x, да. Но как их решаем? То есть что делаем? Смотрите, ставим вот это y делить на x, в скобках ставим u. Ставим. у равняется y делить на x. И отсюда уже получается, что y равняется x умножить на u. То есть мы увидим, что если делаем эту замену, мы отображаем это дифференциал уравнения, хотя это не линейное, к уравнению с разделяющимися переменами. Но как мы делаем замену переменных, да? От y идем к u. Мы хотим написать дифференциальное уравнение для u. Что сделать? Надо, чтобы ино дифференцировать. Посмотреть, как выглядит y' на языке u. u' как дифференцировать y' на языке u? x это не x? Да. Потому что оно y. Подумаем. Это u это функция от x тоже, да? Потому что u это y' на x. А, тогда у нас u' плюс... Нет, например, x' да? Ну, или в таком... Но, дифференцированное производение. То есть... Хорошо, x' плюс u. Плюс u. Все. И поставляем уравнение номер один. В уравнении номер два, извиняюсь. Уравнение номер два будет x' плюс u равняться f от u. Вот эту штуку назвали u. Да? Хорошо. Могу тут разделить перемены. Да, могу сделать так, чтобы все u были налево, все x' и направо. Сейчас, смотрите, вот это будет x умножить u штрих... Да, du на dx равняется fu минус u. Да? А это от du. x' разделяющимся переменами, да? Но, как их решаем, все u налево, все x' и направо. Так что это будет du делить на fu минус u, да? Равняется dx делить на x. Интегрируем в части. Когда f будет известна функция, тогда вычисляем этот интеграл, и если возможно, решаем для u. Да? За что общее решение, будет какая-то функция, общее решение... Будет, ну, какая-то функция, g, да? Которая будет иметь u, x и s равняться u. Да? И это общее решение. Но мы не хотели найти общее решение для u, хотели для y. Добрый день. Мы хотели для y. Да? Так что просто поставляем обратно y. И будет g, y делить на x, x и s равняться u. Это будет общее решение для u, номер 1, да, номер 2, извиняюсь. Но, конечно, иногда можем вот это решить для u. И написать в виде x, s. Тогда изможем вместо u написать u, это будет y делить на x. То, что будет y делить на x, можно решить для y, а x пойдет сюда. Значит, что общая решение для x, y будет y от x равняться x умножить на функция x и s. Хорошо? Для тех, кто пришел сейчас. Я говорю, что как решаем. Некоторые дифференциалные уравнения не линейная, а первая парадка. И первая тема это, как решаем дифференциалные уравнения однородные. То есть, повторял, что для линейных дифференциалных уравнений однородность значит, что вот этот шанс либо будет ноль, либо будет ноль. Если не отличная от ноля, неоднородная. Я говорил, что для нелинейных есть другое определение. Для однородности вот определение. То есть, дифференциалное уравнение номер один в независимости от линейности называется однородным. Тогда и только тогда, когда я могу переписать это уравнение в таком виде. То есть, y' равняется функцией от x, y делить на x. И как их решаем? Просто ставим y делить на x, u. Решаем для y. Дифференцируем y' и пишем наш уравнение номер два на языке u. Но на языке u она является u, с разделяющимся переменами. Так что решаем по-объясному. И потом вернемся, находим u и вернемся на y через это соотношение. Дайте сделаем несколько примеров прямо сейчас. Так. Так. Пример вот такой. Найти общее решение. Следующего ду. Это будет 2xy. 2xy умноженное на dy по dx. равно x в квадрате плюс 2y в квадрате. x в квадрате плюс 2y в квадрате. Но давайте вначале классифицируем вот это уравнение. Это какое уравнение? Первое. Первое порядка, да? Нелинейное. Первое порядка. Нелинейное. Потому что у в квадрате. И в принципе даже если делить на y, тут в квадрате избавляемся, но будет взаимодействие. В взаимодействии. Так что первое порядка. Нелинейное. И не автономное. Да, не автономное, потому что x явно входит. А про однородность ничего не говорим, потому что нелинейное. Проверим сейчас. Что такое однородность нелинейных? Могу ли я это уравнение написать в девятом виде? где y' равняется f на y делить на x. Но надо вначале решить для y, да? Как решить для y? Поделить на 2xy. И получится. dy по dx будет. Если делить первое на 2xy, будет x квадрат на x уходит, да? Остается x на 2y, да? Плюс. Если делить на 2xy вот эту штуку, y, y квадрат и квадрат уходят, остается y делить на x. И 2 уходит, значит, что y делить на x. Является ли эта функция от y делить на x? Да, потому что вот это могу писать вот так, да? То есть, опять же. Это будет 1 делить на 2, y делить на x, плюс y делить на x. Метод говорит, что делаем. Ставим. Да, заменяем на у. Игр на у. У делить на y делить на x. И решаем для y. А потом, конечно, надо найти, чему равняется y штрих. Да? Дифференцируем. Еще раз. Как чему равняется производная? x у штрих плюс у. В общем, хорошо. Так что, поставляем в уравнение. Допустим, это уравнение номер 1. Это уравнение номер 2. Дайте тут напишем замечание, что значит это O, D, U однородное. И будет что? Смотрите, вместо y штрих мы пишем то, что нашли. x умножить на u штрих плюс u равно. Что это тут? Будет 1 делить на 2 умножить на u. Да? 1 делить на 2 умножить на u плюс u. u сокращается. Да. Давайте тут... Чтобы видно было потом вот это, это u. У нас есть u штрих равняется 1 делить на 2 x u. А это O, D, U. С разделяющими супеременами, да? Да. Да. У нас в левой части будет U, D, U. Будет u, D, U. А правый 1 делить на 2 x. А дальше интегрируем. А x. Если интегрируем, то лучше что? Ну, давайте напишем интеграл. Интеграл U, D, U равняется 1 вторая интеграл dx на x плюс s. Знаешь что? Интеграл вот это. 2 квадрат на 2. 2 квадрат на 2. 1 вторая логаитма от 1 до dx. Хорошо. Плюс s. Дальше. Домножаем на 2 и плюс-минус корень. Хорошо. В квадрате будет ln от модуля x плюс s. А, плюс ds. Да, плюс, ну, плюс, да, плюс ds. Хорошо. А u от x будет? Плюс-минус корень из вот этого у. Прекрасно. А дальше? Мы не хотели найти u, мы хотели найти y. y это решение, общее решение. Размножаем на x. Хорошо. Сейчас мы делаем соотношение, да? Хорошо. Значит, что мы знаем, что y равняется x умножить на u. Значит, что y от x будет это все умножить на i. Плюс-минус x умножить на корень ln от модулу x плюс 2s. Это общее решение. От ду номер 2. Понятно? Хорошо. Еще пример. Слева записали все? Хорошо. Хорошо. Найти общее решение вот этого дифференциального равнения на x плюс y на dy на dx равняется x минус y. Вначале классифицируем. У нас y на свою половину не появляется. Хорошо. Ну и не автономно. А, что? Автономно. Почему автономно? А не автономно. А не автономно. А не автономно, да? Избавиться они не можем. Потому что есть y умножить на dy под x. И, в принципе, это, конечно, и не можем привести к виду, где нет такого. Потому что если разделить, все равно будет знаменатель y. Гриф, да? Спасибо. Игрек должно появляться нелиняным способом. Хорошо. Знаешь, что это первопорядка? Нелиняная? Ну, конечно, не автономно, но это для нас не очень важно. Является ли однородным? Могу ли переписать в этом виде? Давайте в начале поделим, посмотрим. dy по dx равно x минус y. Можно сначала все просклить строк, а потом разделить на x или на y. Да. То есть тут можно и можно здесь делать. Делить числитель изнаменатель на x, да? Я не знаю как. За что имел право делить числитель изнаменатель на x. Тут будет 1, да? Минус y делить на x. А тут будет 1 плюс y делить на x, да? И это будет наш у. Да? То есть опять ставим у делить на y делить на x. либо y это будет x умножить на u. И это уравнение номер 2. И чтобы переписать это уравнение на языке u, надо еще дифференцировать. посмотреть чему равняется y штрих, да? То есть dy по dx будет равняться чему? x умножить на u. И подставляем уравнение, да? Уравнение 2 с учетом того, что y это x на u. и dy по dx это является этому выражению. Будет x у штрих плюс u равно 1 минус u делить на 1 плюс u. Является ли сна разделяющимися переменами? Не могу разделить u от x. Если просто так поделим, то там нет. Но если u принести сюда, все тут будет u. И все тут x. Но узнать, могу x сюда принести, а все это как знаменатель сюда. Нет? Сейчас сделаем. То есть это значит, что x du по dx будет 1 минус u делить на 1 плюс u минус u. А это как написать как 1? Это будет 1 минус u минус u плюс u в квадрате, да? Делить на 1 плюс u. И могу уже разделить u от x. Это, конечно, минус u. Это, конечно, минус u. Это, конечно, минус u. минус 2 u плюс u в квадрате. du равно dx делить на x, да? А как решаем этот интеграл? А, я думаю, что тут это минус 2. Минус u в квадрате, да? Да, 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 минус u в квадрате, да. А дальше что? Интегрируем в участке. Интегрируем в участке. То есть интегрируем по x. Знаю, что будет? Ну, просто интегрируем. Даже будет интеграл. 1 плюс u. 1 минус 2 u минус u в квадрате du равно тут dx на x плюс s. А как вышли этот интеграл? Диана? Да, да. А, нет. Я уделял на кипец. Можно, но можно и легче. 1 плюс. Если дифференцировать знаменатель? Да, это то, что он говорит. То же самое. Но, во-первых, надо найти корни его. Имеет ли решение? Комплекс или не комплекс? Но если дифференцировать знаменатель, что будет? В итоге будет логарифм. А, скорее всего, да. Но если дифференцировать знаменатель, что будет? Минус 2. Там еще одна. Минус 2. Минус 2. Минус 2. А если вынести минус 2? Да. У плюс 1. У плюс 1. У плюс 1. Знаешь что? Ставим. Р равно 1 минус 2у. Минус у в квадрате, да? А др чем будет равняться? Минус 2у. Минус 2у, да? Да. Ду. Либо минус 2. 1. Плюс у. Ду, да? Но 1 плюс у ду у нас в числителе. Значит, что ду будет минус 1 вторая, а др, да? Минус 1 вторая. Да. Значит, что интеграл 1 плюс у делить на 1 минус 2у минус у в квадрате ду будет на языке r будет dr делить на r. Но что ты правильно говорил? Что это будет логаризм. Логаризм от r. Но r у нас что? r это вся эта штука. Это логаризм от 1 минус 2у минус у в квадрате. Да? Значит, вернемся сюда. У нас есть. А логаризм этой штуки 1 минус 2у минус у в квадрате будет равнявшему ln модулу x плюс s. А дальше что делаем? Да? А что будет в конце? Модулу, да? И плюс e в степени. Да. Ну, e в степени этого, знаешь, что e в степени этого умножено e в степени c, а это будет модул x умножено e в степени c, да? А можно, например, минус 2 у нас не попало в квадрате, да? Да. Минус 1 вторая. А, да, минус 1 вторая. Это где? А, да, да. Вот это, да? Угу. Да, да. Угу. Да, да. Угу. А, так это... Это будет минус 1 вторая, что ли? А, ну, минус 2. Можно тут минус 2, да? Минус 2, да? Да. Ну, давайте, вот это минус 2 ln s. Плюс s. И это, конечно, по свойству алгоритм, это будет степень минус 2, да? Знаешь, что будет ln 1 делит на x в квадрате, согласны? минус 2 s. После модула в квадрате это просто избавляемся от модула, да? А дальше, по свойству алгоритм, это будет вот это 1 минус 2 u минус u в квадрате. Модула будет 1 делит на x в квадрате умножить на e в степени минус 2 s. Вы согласны с этим? Это будет e в степени ln минус 2 s, а это будет e в степени ln умножить на e в степени минус 2 s. А в степени ln просто e и ln уходят, остается 1 делит на x в квадрате. Это все понятно? Тоже странно смотрится. Все хорошо? Да. Отсюда? Или выше? Вот здесь? Да, то есть ставим вместо вот этого r, да? За что r будет дифференцирован вот это? Минус 2 это 0, минус 2, минус 2 u, да? Да? А вынести минус 2 и получается 1 делит на u. И 1 плюс u. Но 1 плюс u, надо заметить, что 1 плюс u du, это вот этот заменатель. Все это. Это 1 умножить на u du, это все это. За что решаем для этого. И получается, да, я понимал в чем проблема. Тут надо было написать 1, 1 плюс u du, это минус 1 вторая dr. Да? Решаем для этого. Почему? Потому что он появляется здесь. Знаешь что? Вот этот интеграл будет, вот этот числитель, это минус 1 вторая dr. А знаменатель это то, что мы ставили r. Так что это будет вот этот интеграл. А тут понятно, как решаем для этой штуки? Да? А как избавиться от модула? Плюс минус. То есть это будет 1 минус 2u, минус u в квадрате равняется плюс-минус e в степени минус 2s, 1 делит на x в квадрате. А как вы помните, вот это все можно назвать новый параметр s, да? s большой, допустим. Сейчас что, в итоге у нас есть что? Поехали. 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 В итоге у нас есть 1 минус 2у, минус у в квадрате, да, равняется c делить на x в квадрате. Могу это решить для у? Я превышу как у в квадрате, плюс 2у, плюс c делить на x в квадрате, минус 1. Но не отсюда. Как решить вот это для у? Да? Какая разница? Вы все знаете, как решить вот это ax в квадрате, плюс bx, плюс c равняется u. Да? То, что будет u от x. Будет, чему равняется? Давайте напишем, чему равняется a. a равняется 1, да? В этой формуле. b равняется 2, и c равняется c большой делить на x в квадрате, минус 1, да? Ну, это коэффициенты квадратной формулы. А знаешь, что это будет по формуле говорить? Минус b, минус 2, минус 2, плюс минус, квадратный корень, из чего? b в квадрате, 4, минус 4as, 4 умножить на 1, умножить на s, да? Делить на 2. Согласны? За что u от x будет минус 1 плюс минус... Смотрите, то есть 4... А, 4 не уходит. А, 4 выходит как 2, да? А сколько? Минус 1. Понимаете, получается, минус 1 плюс минус корень, из чего? Где минус 1? А, минус 1, минус 1, да? В этом имеете в виду, да? Зачем, что 4 можно вынести, и как двойка уходит? Двойка остается корень из 1 минус... минус c делить на x в квадрате, минус минус 1, плюс 1, 2, минус c делить на x в квадрате, да? Согласны? А, шамура, мы не хотели рассчитать леу? Да, что им так? Да, но выходит как двойка, так что сокращается с этой двойкой. Да, потому что остается 1, минус минус 1, плюс 1, 1 плюс 1, 2. Но мы не хотели рассчитать леу, мы хотели рассчитать леу, мы хотели рассчитать леу. Значит, у нас y равняется x умножить на u, значит, что y от x, это будет минус x плюс минус x умножить на 2 минус c делить на x в квадрате. Да? Это общее решение. Можно, пожалуйста, у нас же, у меня просто там немного 2 минус c делал, у нас же знак перед коэффициентом c не важен, получается? Нет, конечно, потому что могу поменять цены на минус 7, то же самое с плюсом, да? Хорошо. Вопрос есть? Здесь еще пример. Но, как вы видите, на самом деле тут никаких тест-методов. Это просто очень простой. Просто меняем u, y делить на x на u, и процедура эта такая же. Единственное, может быть сложно, что это выделить один интеграл. Знаете, то есть большинство уравнений по этому предмету, пока я имею в этом семестре, то все сходится к тому, что уж надо вычислить интеграл. Не случайно вас заставляли целые списки интегралов вычислять. Хорошо, давайте сделаем еще один пример. Или хотите сам попробовать решить? Я сделал еще один. Я сделал еще один, а потом ваша очередь получается. Найти общее решение. Сейчас, на секунду. Общее решение уравнения. ln ln x степени y плюс xy штрих равняется y ln y. Давай это классифицируем в начале. Хорошо. Вот эти все разы доски с этими маркерами. Это будет сложнее потом. Да, это пример поинтереснее, но тут ничего сложного нет. Давайте. Давайте. Ну, попытаемся представить в виде функции от... А, ну, в виде y штрих какая-то функция от y делить на x. Угу. Ну, вот мы здесь можем y вынести как... Да. Да. Хорошо. И в итоге у нас получится y. Здесь же вот получится два слогамых... Хорошо. 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 Так. Хорошо. Так. Поделим все на x и вынесем здесь y и скобки. ln y минус ln x. Ну, если не вопрос задавайте. Делится все на x. Это мы можем представить в виде y делить на x. Угу. Домноженный на логарифм y делить на x. Угу. Угу. Это вот, как раз таки, функция от y делить на x. Хорошо. Произведем... Ну, скажем, что у нас есть u, равное y делить на x. Угу. Равносильное y, равному ux. Угу. Так, я тут продолжу. Так, у нас это... Мы уже говорили, что это x' плюс u. Угу. И подставляем в уравнение 2. Угу. Это у нас 1. Подставляем второе. Это x' плюс u, равный u умножить на логарифм. Натуральный от u. Угу. Попытаемся разделить переменные. Угу. Ну, то есть у нас что получается? x du по dx, равняется u на ln u минус u. У перенесли в правую часть. Переносим все сюда. Это у нас du делить на u на ln u минус u. Равняется 1 делить на x по dx. Угу. Дифференцируем все это. Ой, интегрирование. Так, ну если здесь все понятно... А, только сейчас еще здесь плюсы. То есть здесь у нас... Что у нас... Если u вынести... А, и здесь по методу непределенных коэффициентов можно пойти... Можно? Да. 1 делить на u можно. Ну, взять. Интегрирование. Интегрирование. То есть, смотри, то есть вот это... Одновна, или ты сейчас как? У умножить на ln u минус 1. Так. Напиши это. Интегрирование. То есть мне u вынести. Угу. То есть можно сказать 1 делить на u. ln u минус 1. Угу. А, и то есть по частям? Или что есть? Если ставить вот это ln u минус 1, если его ставить... ln u получится. Получше? Если вот это знамена, ln u минус 1, ставить r. Ставить r, то dr будет 1 делить на u. Да. И я этот способ не очень понимаю. Ну, пиши. Хорошо. Хорошо. Ставим. r равно... r равен у нас знаменателе. ln u минус 1. ln u минус 1. ln u минус 1. dr у нас равен 1 делить на u. d u. d u. d u, да. Отсюда следует, что d u... Посмотри, 1 делить на u, d u, где же у тебя по-другам? Это уже dr. А, 1 на u, d u. Да. Ага. А, ну да. Ладно. Понятно? Ну да, примерно. Остается только вопрос, как это видеть. Вот это. Это dr. А вот это dr. Это dr. А вот это dr. dr. или же p... ln u минус 1. dr. Так, ну и мы в итоге получили... Где-то написать-то? Давайте здесь же продолжим. ln на ln u минус 1 равняется ln по x плюс c. Угу. Ну, берем, ну, экспонент возводим в эту степень. У нас получается здесь модуль ln на 2 минус 1 равно x на ec. Модуль x, да? Модуль x, да. Так, ну, раскрываем модуль. Модуль у нас раскрывается с плюсом с минусом. У нас получится тут. То есть ln u минус 1 плюс минус ec от x. произведем вот это вот... Заменим на c большое. Угу. Получим cx некоторое. Получаем, что ln u равен cx плюс 1. Отсюда u равен... Сейчас. Да. e в степени cx плюс 1. Угу. Прекрасно. Но домножим на x, чтобы получить решение для y. То есть x, e, cx плюс 1. Общее решение. Ну, прекрасно. Хорошо, спасибо. Вопросы есть? Где он? Я не вижу. Где он? Я не вижу. Я держу его. Я держу его. Я держу его. x dy под dx равно y плюс 2 корень из x, y. Я держу его. 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 x от u. x делит на x плюс c. А этот интеграл сумму равняется? У корень изу просто. Я держу его. Я держу его. Я держу его. u равняется ln x плюс c. У нас что у от x будет ln mod x плюс s в квадрате. А это общее решение. У нас решение чего? Это ОДУ номер 1. Вопрос есть? Кто-нибудь хочет сделать один пример на доске? Давай, пожалуйста. Одну секунду. Записали? По крайней мере слева. Слева можно стирать? Загрой. Поехали! Поехали! Слева одно крючок. Продолжение следует... Сейчас я здесь это реально напишу. x, y, y штрих. Равно y в квадрате. x в квадрате плюс y в квадрате. x в квадрате. Я прошу писать подробно, чтобы все было понятно. Да, хорошо. То есть делим на x, y. Может, в вашей части классификацию, Афиша, чтобы... А, хорошо. Так. Классификация. Значит, можем поделить на y. Нет, не вреду, какого порядка? А, первого порядка, потому что мы можем поделить на y. То есть первого порядка. Линейная или линейная? y, y' поэтому нелинейная. Проверим, однородная или неоднородная. То есть... Значит... Ну, я бы сначала поделил на x, y. Это правая часть и левая. То есть... Делим обе части на x, y. Получаем y штрих равно... y делить на... Тут сокращается и получается на x. Плюс x, x-ы сокращаются. Получаем y, значит... А, да-да-да-да-да, точно. Корень 4x квадрат, сектор, плюс y в квадрате, делите на y. Дальше мы знаем, что y равно u умножить на x. Пока мы не написали в виде y делить на x. А, точно, точно. Так. Мы можем занести y под корень. И получить 4x в квадрате делите на y в квадрате, плюс... Или x в квадрате, да? Да. y в квадрате делите на y в квадрате. Здесь получится единица. А здесь 4 умножить на 1 делить на y в квадрате на x в квадрате. Получим y в штрих, y на x, плюс эта единица. Это можно написать как 1, плюс 4 умноженное на 1 делить на y в квадрате на x в квадрате. Так. Лучше мы все, чтобы вынадлело всем, что y делить на x в квадрате. А, хорошо. Чтобы вынадлело потом что-то у в квадрате. Так, в квадрате. Заменим... Значит, u равно y делить на x, тогда y равно u умножить на x. Так. Продеференцируем y, получим u на x плюс u. А, так. Значит, тут вроде... М штрих нужно найти. Да. Так. И дальше... Значит, приравниваем эти и эти части. То есть, заменяем y на x на u. То есть, заменим сначала это. Получается u плюс 1 плюс 4 u. То есть, заменили в этом выражении, а только тут квадрат. А, и тут не так. 4 делить на u квадрат. Так вот, все. Дальше приравняем обе части. То есть, получим u штрих x плюс u равно u плюс 1 плюс 4 на u квадрат. Значит, u сокращаться. Получим u штрих x равно 1 плюс 4 на u квадрат. Дальше... Можем... То есть... Взвести в квадрат... И получить... Нет, лучше нет, потому что потом надо... Чтобы непонятно будет, как интегрировать. Да. То есть, смотри, xd... Слева, справа только u. А, да. Так что приносим все u на квадрат. Да, 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 да. То есть, у нас получается du на dx. Переносим все переменные с u, например, вправо, а все переменные с x влево. Тогда получим, значит, x... А, ну, я переверну сразу, а хотя ничего не изменится. Так. У нас делится, да. Так. Нет, ну, хорошо, можно что-то повернуть, чтобы было на его. Да. То есть, вот так. Чать тут, 2, да, 1, 4, ой. Так, тут 4, они u. Интегрируем. Значит... Так, этот табличный интеграл, но я не помню. Так. У него... То есть, написать, что u в квадрате плюс 4, делить на u в квадрате, но корень u в квадрате – это u. u идет в числитель, улучшается интеграмм u делить на 1 плюс корень u в квадрате плюс 4. Так. Сейчас. Сейчас. Давай я напишу. То, что отдел на корень... Так. Корень из 1 плюс 4. Убирается. Да. Знаешь, что... Смотри, если делать вот это как 1, это у в квадрате плюс 4, делить на у в квадрате, да? Не совсем понимаю. Вот это... С1... Сейчас планирую. Один вместе с 4. Написать как 1 дробь. А, все, я понял. Да, да, да. Так. У в квадрате плюс 4, делить на u в квадрате. Да. За что это будет? Корень из 2 в квадрате – это u. За что будет корень из 2 в квадрате плюс 4, делить на u. Это у в квадрате первое, делить на u. Хорошо. Хорошо. У нас есть... Там просто познаменатель, да? Да. За что это будет? Интеграм. u к u. Так. u в квадрате плюс 4. Да. u в квадрате плюс 4. Так. Хорошо. А это смотри, как это можно сделать? Но u в квадрате плюс 4 ставим R. А, да. То есть у нас U в квадрате плюс 4 ставит равно R, тогда, значит... DR в чем угодно равняется? Да. DR равно U в квадрате плюс 4 производная, DU, 2U, DU. Вот здесь. Значит, это 1, 2. Получаем 1, 2. Вносим от DR делить на корень из R. Так. И здесь... Так, сейчас. Значит, у нас корень из R. Так, корень из R — это у нас... Значит, 1, 2 корень из R. А почему? Корень из R. А, да-да-да, конечно, корень из R. Да, правильно. И, соответственно... Не, смотри, 1, 2, 2 корень из R — это 1, 2, 2 корень из R, да? Да. Так, получилось. А, да-да-да. И получается, это у нас корень из R просто. А R у нас... Возначали как U квадрат плюс 4. U квадрат плюс 4. Так. А. Нужно пришить вместо R то, что назвал, то, что у квадрата... Да, вот. А, да-да-да. Это должно быть что? Интеграл X делить на X? Да. А, ну да. Получается, LNX... Угу. Получается. А. Здесь плюс C. А, ну, пожалуйста, нам неисправить. Да. То есть равно... У квадрат плюс 4 плюс C. Скажу. Так. Можем... Значит, ее в степени LNX... Да, конечно, можно перенесить сюда. А, так, кстати, давай... А, нет. Ты хочешь решить... А, нет, нет, нет. Да, точно, для U. Можем... Ну, возвести в квадрат. Да, но вначале, чтобы не было плюсы С4 в квадрате, надо S перенести туда. А, да. То есть LNX через C до U в квадрат плюсы 4. Так, и это возводим в квадрат. И это тоже получаем. Так, значит, значит, ладно, здесь продолжим. А, тут у нас получится LNX минус С в квадрате равно U в квадрате плюс 4. Так, здесь продолжим. Так, и у нас получится, что U в квадрате равно... Так, минус... А, LNX минус С в квадрате минус 4 и U равно корень из LNX... Так, в квадрате... И плюс-минус корень, да? Да, плюс-минус. Но мы хотели в итоге найти Y на U. Да, и поэтому, чтобы найти Y, надо умножить... То есть Y равно было X умножить на U, тогда Y равно плюс-минус X нужно на этот корень. LNX минус С в квадрате минус 4. Молодец. Спасибо вам. Так. Вопросы есть? Спасибо. Тогда, может быть, все на сегодня. Я пришлю домашку по этой теме. И в третий раз решу, что будем заниматься в лаборатории математики, да? Хорошо? Спасибо. Спасибо. Спасибо.